Разочарование и тревоги появляются от того, что мы не слушаем свою душу. Как же мне лучше всего слушать свою душу? Если душа главный начальник, как мне наладить связь с ее кабинетом? Первое, что ты можешь сделать, это выяснить, что нужно твоей душе и прекратить осуждать ее. Я осуждаю свою душу? Постоянно. Я тут только показал тебе, как ты осуждаешь себя за свое желание умереть. Ты также осуждаешь себя за свое желание жить. В полном смысле слова «жить». Ты осуждаешь себя за свое желание смеяться, желание плакать, желание выиграть, желание проиграть, за желание ощущать радость и любовь. Особенно за это ты осуждаешь себя. В самом деле, когда-то где-то ты пришел к идее о том, что отказывать себе в радости угодно Богу. Что не радоваться жизни – это божественно. Отрицание, сказал ты себе, – это хорошо. А ты говоришь, что это плохо? Это не хорошо, не плохо. Это просто отрицание. Если ты чувствуешь себя хорошо после того, как отрицаешь себя, значит, в твоем мире это хорошо. Если ты чувствуешь себя плохо, тогда это плохо. В большинстве случаев ты так и не можешь определиться. Ты отказываешь себе в чем-то просто потому, что так надо. Затем ты говоришь, что поступил хорошо. И удивляешься, почему же ты не чувствуешь себя хорошо. Так вот, первое, что имеет смысл сделать – это прекратить осуждать тебя. Узнай желание души и следуй ему. Будь вместе со своей душой. Что важно для души? Высочайшее ощущение любви, которое ты только можешь себе представить. И это и есть желание души. И это и есть ее смысл и цель. Душе нужны чувства. Не знания, но чувства. У нее уже есть знания. Но знания – это понятие. Чувства же – это опыт. Душа хочет прочувствовать себя. И таким образом познать себя на собственном опыте. Высочайшим чувством является опыт единства со всем сущим. Это великое возвращение к истине, которой жаждет душа. И это и есть чувство совершенной любви. Совершенная любовь по отношению к чувству – то же самое, что абсолютно белая по отношению к цвету. Многие думают, что белое – это отсутствие цвета. Это не так. Белое – это сочетание всех существующих цветов. Таким же образом и любовь – это не отсутствие чувств, ненависти, злости, похоти, ревности, жадности. Но сумма всего, что можно чувствовать. Любовь есть общая сумма всего. Итоговое количество. Просто все. Поэтому, чтобы душа ощутила на опыте совершенную любовь, она должна ощутить на опыте каждое человеческое чувство. Как можно сострадать тому, чего не понимаешь? Как можно прощать другому то, чего никогда не испытывал в себе? И так мы видим одновременно простоту и потрясающее величие путешествия души. Наконец, мы понимаем, что ей нужно. Цель человеческой души – ощутить все, чтобы она могла быть всем. Как она может быть вверху, если никогда не была внизу? Быть слева, если никогда не была справа? Как ей может быть тепло, если она не знала холода? Как она может быть хорошей, если она отрицает зло? Совершенно очевидно, что душа не может выбрать быть чем-либо, если ей не из чего выбирать. Ведь для того, чтобы душа могла познать свое великолепие, она должна знать, что такое великолепие. Но она не может знать этого, если нет ничего, кроме великолепия. И душа осознает, что великолепие существует только в пространстве того, что не является великолепным. Поэтому душа никогда не отвергает то, что не является великолепным, но благословляет, видя в этом часть себя, которая должна существовать, чтобы могла проявиться другая ее часть. Конечно, задачей души является сделать так, чтобы ты выбрал великолепие, выбрал лучшее из того, кто ты есть, не отвергая того, что ты не выбираешь. Это большая работа на много жизни, поскольку вы имеете обыкновение сразу же осуждать, называть что-то плохим, неправильным или недостаточным, вместо того, чтобы благословить то, что вы не выбираете. И вы даже не просто отвергаете, а поступаете еще хуже, стремитесь причинить вред тому, чего вы не выбираете. Вы стараетесь уничтожить это. Если есть человек, место или вещь, с которыми вы не согласны, вы нападаете. Если существует религия, которая расходится с вашей, вы объявляете ее неправильной. Если существует мысль, которая противоречит вашей, вы высмеиваете ее. Если есть идея, которая отличается от вашей, вы отбрасываете ее. В этом ваша ошибка, поскольку таким образом вы создаете лишь половину Вселенной. Вы не в состоянии понять даже свою половину, когда с легкостью отбрасываете другую. Субтитры создавал DimaTorzok